Здравствуйте, компания Виво Деньги, АО МФК ФИСУПОМЕ, зовут Мартынов Андрей Алексеевич. Виталий Евгеньевич, числов. Здравствуйте, Андрей Алексеевич. Задолосит вас 18 тысяч. По какой причине оплат не производите? У вас перед тем, как вы заговорили, играла мелодия из передачи «Человек-казаком». Очень, собственно говоря, противоречивое какое-то совпадение. Ну да ладно. Почему не заплатил? Почему не заплатил? Наверное, потому что не захотел. Более конкретно. Не, это конкретнее некуда. А вот в детали вдаваться. Но не захотел, потому что есть у меня на то причины, как минимум одна из очень веских причин, это нежелание тратить деньги в никуда. По акценту вас узнаю, Кузнецов. У меня нет акцента, вы ошибаетесь. Как вам мое «Г»? Я родился и вырос в России. До свидания. «Г» молодец, поработал над собой. Не над тем ты работаешь, братишка, в кавычках. Надо своими решениями работать. Ну а то, что с малого начинаешь, как вам мое «Г»? Красавчик. Здравствуйте, компания «Эверест». Инспектор Бахтинов, Виктор Александрович. Разговор записывается. Здравствуйте. Да, 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 Виктор Александрович, отчетливо слышу вас. Максим Владиславович, это вы? Что-то вы по голосу разволновались. Это я, что такое у вас стряслось, случилось. Девочки обижают? Нет, меня никто не обижает. Задим по трене вашего кредитора, МКК, Киберлейдинг, КПШ и финансы. На данный момент у вас имеется просто очень задолженность в размере 10700. Вы не производите оплату уже в течение 113 дней. Требряную кредитную оплату всей суммы в течение 3-х ближайших дней. Оплата в какой затяге не поступит от вас? Любопытно настроение вот таких, как ты, ну, терпел по жизни. Да хотя бы, ну, прояви сообразительность. Устройся звонилкой, вот непосредственно в МФО какой-то. Там хотя бы тебе не будут говорить, иди в жопу, не твоего ума дело. Ну, хотя и там также будут говорить, но там вот вроде есть какие-то пути такие, ну, что ли, к вступлению. Типа я представитель, я работаю здесь. А здесь ты в конторе, в которой одни бабы прокуренные, пропитые работают, либо, ну, такие же бабы, только, ну, тупые по возрасту. Ну, ты-то, блядь, этот мальчик, типа, да? Да, что ты, блядь, ничего не мог для себя придумать более путевого в жизни. Наверное, не первый раз тебе такой вопрос задают. Все равно, правда, всегда. Ты там себе-то на него ответить не можешь, да? Алло. Алло. Меня зовут Гарякина Атанна Михайловна, инспектор отдела клиентского изыскания Альфа-банк. Алексей Анатольевич, с вами говорю. Да, 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 да. Сумма долга перед Альфа-банком 10.022 рубля и 10.704 рубля. Банк выставил требования о полной оплате сегодня. Когда поступит платеж? Выставил требования каким образом, простите? Я просто сказал. А, голосом? Ну, нет, нет, потрудитесь. Мы же договор на бумаге, заключали отношения, фиксировали на бумаге. Я же не позвонил в банк и сказал, что я принял решение получить кредит, и мне прислали его. Нет, давайте по-моему. Ну, что за детский сад? Я слышу, как вы за должность оплачивать будете. Почитать хочется сначала. Что вам хочется почитать? А можно я почитаю рэп? Ну, окончательное требование это ваше. Если банк почитает, направится, он письменные требования направит. А иначе что? Тогда иначе. Ну, я не... Что за односторонняя какая-то оппозиция? Ну, а как можно взаимодействовать на равных с клиентом? А мы, в общем-то, из законов бизнеса, коммерции, вообще клиент всегда прав. А тут банк, если захочет. Ну, что это за дела-то? Ну, давайте подождем, пока банк захочет. Что в делах-то? Я никуда не тороплюсь. Как захотите нормально взаимодействовать. 165.1. Статья Гражданского кодекса. Юридически значимые сообщения. Вы же не будете спорить с тем, что вы мне позвонили. И сейчас мы о юридически значимых сообщениях с вами беседуем. Так, там четко и конкретно написано. На бумаге, через почту России, с подписью ответственного лица и печатью организации. Требования. Что это за требования? Мало ли кто вы вообще персонально такая позвонила, девушка, и начинает мне рассказывать, что она из банка звонит. Так не делается. Это же все просто. У вас все? Все зависит от того, как вы дальше себя вести будете. Я слышу по теме задолженности. Как вы выплачете, по какой причине... Вы не слышали? Вы сейчас отходили куда-то? Отходили куда-то беспардонно, да? Я отвлекся. Мне надо было по***ваться кой с кем. Я вас услышала. Вы высказали свое мнение. Его приняли к ответу. На этом и закончили. Вы хотя бы так говорите. А то просто настаиваете на какой-то своей абсурдной идее. Я начинаю вас воспринимать, не больше, не меньше, как идиотку. Извините, конечно, но вы все для этого делаете. Оскорбление приберегите для кого-то другого. Я никого сейчас не оскорблял. Я никого сейчас не оскорблял и не собираюсь этого делать. Вы по теме задолженности готовы общаться или нет? Я говорю строго по теме, которую вы выбрали. А вы выбрали, я так понимаю, тему задолженности. Так вот, если вы говорите о окончательном требовании, я хочу с ним познакомиться. Почитать его, сделать выводы, принять решение. Повторяю второй раз, и раз вы не понимаете с первого. Если банк посчитает нужным направить вам письменное требование, вы его получите. Если нет, то нет. Слушай, в какой причине я не оплачиваю? Нет, так нет. Ну, а вот в таком формате я это обсуждать не собираюсь. Повторяю вам это уже, наверное, не второй раз, а как минимум четвертый. Это тупик. Вы отказываетесь от переговоров? Конечно, устный переговор. Если вы не можете нормально разговаривать. Как-то я не могу. По-моему, я совершенно нормально разговариваю. Так же, какая оплата вашей задолженности? Это уже ваши выводы. Я этого не говорю. Выполнение обязательств по кредитному договору вас тоже не интересует? Все зависит от того, какие у нас взаимоотношения будут дальше складываться. Если будут тут такие, как вы демонстрируете, то, скорее всего, да, действительно, я стану стабильно игнорировать. Но нет, это с точки зрения вашей версии и вашего отношения к делу. Но есть еще некоторые, собственно говоря, составляющие этого процесса. Так вот, ваше отношение тоже очень сильно имеет влияние. Думайте, думайте, думайте. Это вам кажется, что тупик? На самом деле, если мозгами начинать пользоваться, совсем нет. Алексей Анатольевич, монолог вы останавливаете. Тупик тут только в том, что вы подтвердите одно и то же на протяжении пяти минут. И не отвечали ни на один на мой вопрос. Раз вас не устраивает замагистика по телефону, значит, ожидайте сотрудников регионального отдела для лечения. Вот это другой диалог. Я же говорю, тупик это только с первого взгляда окажется. Все, вот это другой разговор. Вот это совершенно верно. Друзья, вы, Алексей Анатольевич, наш разговор принял секретичный характер, вы не можете общаться. Друзья, вы сами в комментариях напишите, что она почувствовала. Алло, здравствуйте. Да, да, да. Здрасте. Меня зовут Еливанова Софья Андреевна. Я старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности АО Альфа-банка. Скажите, Борисович, это вы все верно? К вашим услугам, Софья Андреевна. Вы сегодня уже находитесь на задолженности по вашей кредитной карте. Сема задолженности у вас на сегодняшний день составляет 1560 рублей. Скажите, по какой причине от вас оплаты не поступает, что у вас случилось? Я же уже говорил много раз. Говорите, что фиксируете, а сами не фиксируете. Но при этом у вас ситуация не меняется, у вас так оплата не поступила. Вы должны выполнять ваши долговые обязательства. Так, вариантов не видите других никаких, что ли, или что? Я же четко объяснил в самом начале вашим сотрудникам, что и как. Что у вас просто нет денежных средств на данный момент. Ну что вы предпринимаете, чтобы вы... Где вы такое правительство? Ну, денежных средств, ну я предпринимаю, да. И это объяснял, банкротство оформляю. А суд уже официально, получается, признал банкроту? Или вы только подали документы? Нет. К юристам обратился, юристы документы оформляют. Но пока вас официально не признает банкротом, у вас такие же долговые обязательства перед банком будут иметься. Вам также эту сумму нужно оплачивать. Да, ради бога. Я с этим не спорю. Это несложно понять. Долговые обязательства никуда не денутся, пока их арбитражный суд не спишет. В таком случае оплачивайте. Могу задать вопрос? В таком случае отъявлено средства на банкротство. Подождите, что вас интересует больше всего? Почему я не оплачиваю? Или где деньги? Ну почему вы не оплачиваете, я вас уже уточнила. Вы сказали, что нет денег. Поэтому вы сейчас подали на банкротство. Вы потеряли работу, получается? Это вас не касается. Это не касается вас. У гражданина есть обязанность на основании 127-го федерального закона. 127-й федеральный закон, принятый в нашей стране, действующий на территории нашей страны. Не имею права, обязан. Если сумма моих долговых обязательств превышает 500 тысяч, и я их не способен обслуживать, я обязан объявить себя в аккорд. А как вы? А давайте я-то понимаю, что это абсурдный вопрос. И он, в общем-то, рассчитан на идиотов. Но дай бог, и вы осознайте, что вы не идиот. Просто ответьте. Ответьте сами себе, не мне, на вопрос. Как человек может дойти до статуса банкрот, я задаю сейчас этот вопрос, продолжая обслуживать свои кредитные обязательства? Это уже в ваших обязанностях нужно все вводиться. Причем здесь обязанности. Я фактически задаю. Фактически в жизни. Ответьте. Вот вы все как в одного вот эту вот пургу несете. И выйдя, вот абстрагируйтесь от своей этой долбанной должности. Извините за эпитеты. Потому что по-другому невозможно ее назвать, эту должность. Потому что вы на этой должности тупеете. Вот абстрагируйтесь от нее и сами себе попробуйте ответить на вопрос, прежде его задав. Как человек доходит до статуса банкрот, продолжая на всем этапе оформления документов, до арбитражного суда, до дня заседания арбитражного суда, обслуживать свои кредитные обязательства. Ну, по-вашим. Мы же понимаем, что этого не происходит никогда. Не происходит. Но как вы себе это допускаете в голове? Я фантазирую так. Как будто мы заказали гостиницу, приезжаем с тобой, такое-то все. В таком случае, значит, реализуйте то, что вы приобретали на средство банка. Вы когда брали этот кредит, вы же обязулись банку возвращать эту сумму. Что значит реализуйте? Это дело финансово-управляющего разбираться во всех этих вещах. Потом я, пожалуйста, признаю, да, там также ваши дальнейшие заработные платы, там все будет распоряжаться ваше... То есть, подождите, ну ладно, я попробую как с ребенком-дебилом с вами разговаривать. Малолетние дебилы. То есть я сейчас, вняв вашим вот этим вот увещеванием, должен что-то там сделать, не знаю что, и начать платить в Альфа-банк. И, кстати говоря, во все остальные кредитные организации, в которых я должен. Ежемесячный платеж. И каждый месяц продолжать вносить ежемесячный платеж. Потом у меня... Потом наступает день, когда заседание суда. Арбитражный суд, собственно, да, 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 да. Вот судья говорит, так, вот человек банкрот. Ну типа, подождите, но он же платил. Все это время обслуживал свои долговые обязательства. Нет, значит, он не банкрот. Это показатель того, что вы ответственный человек, вы плачиваете свои долговые обязательства. Тогда я не банкрот. Тогда я не банкрот. Не могу я стать банкротом, если я добросовестно обслуживаю свои кредитные обязательства. Я не могу стать банкротом в этом случае. Это парадокс вами придуманный. Суд, естественно, не может. У меня нет даже повода в суд идти. А если вам суд откажет в банкротстве? Вы считаете, что вы не добросовестный? Конечно, откажет. Если я буду обслуживать все свои кредитные обязательства, суд не обязательно откажет. Скажет, вы сумасшедший. Вы не банкрот. Вы обслуживаете аккуратно свои кредитные обязательства. Значит, вы знаете, где изыскать средства. Подождите. Не, 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 не. Продолжая вот в таком ключе, вы признаете, что вы абсурдные вещи заявляете, призывая меня оплачивать. Почему вы уходите от этой темы? Она вам тоже, я знаю, кажется абсурдная, но ваша должность, как я ее объявил, дебильная, заставляет вас делать то, что вы делаете. И когда вас подводят понимание это вам к носу, вы начинаете какую-то чепуху очередную выдавать. Ну, типа, почему вы воспитатель, сколько вам лет? Девушка, сколько вам лет? Почему воспитатель вам дал право воспитывать незнакомых вам людей? Тогда я не смогу стать банкротом, у меня нет возможности. Это закон учел. Есть люди, у которых пропадает возможность. Банк тут при чем, то, что у вас сейчас в данный момент нет. Я не знаю, банк при чем. Банк подчиняется тем законам, которые действуют на территории страны, в которой он ведет деятельность. Банк тут ни при чем. Почему вы тогда ему не оплачиваете средства, которые вы же сами заняли и сами потратили на ваши же нужды? Если мы сейчас будем обсуждать идею, при чем тут банк, во-первых, это займет много времени, во-вторых, вы, естественно, ее не вывезете, потому что вам неудобна эта версия. Ну, а в-третьих, если кратко, банк во всем и виноват. В двух словах. Потому что фатально. Я объясняю, почему. Потому что банк выдает средства налево-направо, не разбираясь, кому он их выдает. И, как правило, закредитованными людьми являются те люди, которые идеально подходят к ситуации по банкротству и берут деньги, чтобы в итоге влипнуть в это банкротство. А банк дает, осознавая, что человек рано или поздно влипнет. И банк дает не свои деньги, не у Альфа-банка, не у Почта-банка. Нет своих денег. Банк дает в долг людям не свои деньги. Перестаньте идиотничать. Никто не может знать, что будет завтра. Вы читали, мастеры Маргарита, беседу дьявола? Так вот он что сказал про человека? А? Волланд, что сказал? Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план. На некоторый более-менее приличный срок, ну хотя бы лет на тысячу. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не может ручаться за свой собственный завтрашний день? Вы что несете? Как в смысле человек мог знать, что с ним будет? В таком случае, на это значит заранее думать, вы же ответственный человек. Да думай, не думай, нельзя вперед забегать, что с вами? Как вы будете его сейчас оформлять, и вы говорите, что у вас денег нет. О, вспомнила. Банкротство стоит 150 тысяч и делится ровно на год равными платежами. И то не обязательно делать это своевременно. С юристами всегда можно... Вы понимаете, что у меня, что у любого человека, который обращается за услугой банкротства, долг, ну как минимум 500 тысяч. Чувствуете разницу, что 50 тысяч отдать постепенно или 500? А у меня более 2 миллионов долг. У меня более 2... Нет, вот начиналось же нормальный голос. Вспомните, нормальный голос был. И нет, идиотка все равно заняла лидирующие позиции. Вот вырвалась из головы идиотка и демонстрирует свой идиотизм. Ну, мы с удовольствием наблюдаем его. Требования банка вам до 22 апреля включительно, то есть до субботы эту сумму уже внести. Можно я с вами как с идиоткой, вы так быстрее понимаете. Засуньте себе в клоаку это требование и проверните его, мадам, там до щелчка. Да, желательно до такого четкого, очевидного, потому что первый звук может быть не щелчком, а звук, который происходит, когда газы выходят от напряжения. В любом случае требование банка я вам выставила, о последствиях я вам сказала. Также не забывайте, что... В любом случае я знаю, что ты сделала ущербная. Я вам предоставила информацию о последствиях я вам сказала. Я знаю, ты проявила себя тем, какая ты есть. Иначе бы ты не оказалась вот в этом стуле, хотел сказать в кресле, там стул неудобный, с гарнитурой с дешевой на башке, на своей бестолковой. Вот не оказалась бы ты. Все, ваша информация. Если бы у тебя было хоть немножко что-то в голове, похожее на мозги. Я вижу, что, я знаю, допускаю, что ты читать в свое время научилась. И делаешь это хорошо и бегло. Но осознавать, что ты читаешь, это уже не твое. И тем самым из-за этого вы уже теряете возможность получать в дальнейшем ваши кредитные продукты на более выгодных условиях, не только в нашем банке, но и в сторонних банках. Заточенный здесь уже пошел. Заточенный скрипт. Все, давай, я тебя не задерживаю. Ты мне больше неинтересна. А тебе обосраться сегодня в трамвае неожиданно. Вот такого никто не ожидал. В общественном транспорте, где-то там в твоем населенном пункте трамваи хотя бы ходят. Ладно, друзья. Ну вот такая вот на сегодня у нас с вами история нарисовалась. Я вам всем желаю хорошо подумать, принять решение. Имейте в виду, вот такие вот просто разговоры по телефону ни к чему не приводят. Ну в каком смысле? Может быть к удовольствию с точки зрения расслабиться, успокоиться, это да. Но вопрос решить просто так, научившись говорить по телефону с ними. Ну да, можно микрофинансовые организации отфутболить, можно в общем-то даже и банки какие-то на место поставить. Но это вот в одном фрагменте. Ну потом не надо удивляться, если вы решили, что это панацея. Вот не надо удивляться, когда вам приходят судебные приказы или инэнэнэнт, то есть это исполнительная надпись нотариуса вы узнаете, а то может быть повестка в суд. Вот не удивляйтесь, потому что для того, чтобы вот эти разговоры возымели эффект, еще необходимо их сопровождать комплексом мероприятий. И скорее всего выгоднее вам будет рассмотреть процедуру банкротства. И даже может быть вы думаете, и сейчас, кстати говоря, навряд ли вы корректно ответите на вопрос, почему вы, ну может быть вы думаете, да, действительно, что вам не подходит процедура банкротства. И если сами себе зададите вопрос, а что это вы вдруг так думаете, самое оптимальное, что кто-то вам это сказал. Я не удивлюсь, если вы так думаете, что вам не подходит процедура банкротства, потому что вам какая-то звонилка это нарисовала. Не поленитесь. Оставьте заявку, консультацию у нас бесплатной и поговорите с юристом. Расскажите ему о своей финансовой жизненной ситуации. От вас не убудет, а юрист ежедневно разговаривает с десятками таких людей, а у нас еще и несколько. И поверьте, вот эта информация, которую вы ему донесете, никуда дальше его не уйдет. Да, она ему по большому счету неинтересна с точки зрения того, чтобы он мог ей как-то в нехороших целях воспользоваться. Ему важно с вами заключить договор и помочь вам. Но не просто заключить договор, а заключить договор результативно, чтобы довести вас до того самого удобного финиша. Когда все долги списываются, когда человек начинает жизнь с чистого листа. Компания Аляма уже имеет богатейший опыт. Счет идет на десятки тысяч людей, которые воспользовались услугами юристов компании Алям и сильно-сильно преобразили в лучшую сторону свою жизнь. Присоединяйтесь. Но для начала консультация. Обязательно консультация. Вы должны понимать. Если вам что-то не подходит, ну что, мы честно об этом скажем. Ну там уже будем думать вместе, как выйти из ситуации. Но поверьте, как я часто говорю, более 90% всех к нам обратившихся, ну во-первых, подходят к процедуре банкротства, вот именно вот к этой удобной. Из них, ну может быть, процентов 20-30 перед этим заблуждались. Заблуждались, думая, что не подходят к процедуре банкротства. Оказалось, все наоборот. Ну и в результате получают тот, собственно, желанный эффект, если можно так сказать, финиш тот самый необходимый. И потом еще и рекомендуют нашу организацию. Поэтому, ну вот поэтому и попробуйте пообщаться. Оставьте заявку, QR-код для перехода на форму для оставления заявки. И в описании, если вам неудобно по QR-коду, ссылочка, которая вас отведет сразу на форму для оставления заявки. Ну не забудьте, конечно, подписаться на все наши ресурсы, которые вы увидите по этой ссылке в подарок, да, чтобы быть в курсе. Кстати, в телеге выкладывается то, что здесь не выкладывается. Жестячок. Телеграм-канал, на что же подпишитесь, если еще вдруг этого не сделали. Пока. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбил...